На прошлом уроке мы с вами разобрали, как можно оптимизировать наши svg иконочки, узнали, что можно их просто сжать при помощи любого какого-нибудь специального сайта, который сжимает иконочки, и также узнали про спрайты. И в принципе, если вы используете однотонные иконочки, и у вас эта иконочка повторяется кучу раз, то ее можно запихнуть в спрайт, чтобы оптимизировать работу браузеру, чтобы ему не пришлось рисовать одну и ту же иконочку кучу раз. Ну и в целом, это заключительное видео, и здесь мы просто подведем итоги, что мы с вами изучили, и что с этой информацией делать далее. Мы с вами узнали способы подключения иконок. Вариантов подключения иконки существует много, но мы с вами рассмотрели три основных. Первый вариант это через тег himg в атрибуте src. Ну, примерно вот так выглядело подключение нашей иконки. Также через background.url. Тоже достаточно простенький способ, когда мы сюда передаем просто путь до нашей картинки. Ну и inline вариант. Это самый мощный вариант, когда мы вставляем просто вот так вот иконочку в наш html код. Ну и соответственно этой иконкой мы можем как-то управлять, менять ей какие-то части, ну и как-то прикольно ее анимировать. Далее мы узнали с вами про Base64. Это такая некая кодировка, которая поможет закодировать вашу картиночку и просто перестать ее хранить и подключить куда угодно. Но мы выяснили, что проблема такого кода заключается в том, что у нас наша картинка становится намного больше, потому что ее приходится кодировать, потом браузеру декодировать и выполнять какие-то лишние операции. Гораздо удобнее все-таки будет вставить картинку, ну вот как мы тут рассматривали. Но иногда может встретиться такое, что люди вставляют ее через Base64 и к этому надо быть готовым. Также узнали из чего состоит наша иконка. Все начинается с тега SVG, который имеет какие-то атрибуты, например, ширину, высоту, также ViewBox. Как мы выяснили с вами, это какой-то холст внутри нашей иконки. Ну и на этом холсту идет отрисовка нашей иконки. И также есть атрибут XMLNS, вот с таким значением, который подсказывает браузеру, что за контент ему надо рисовать. Далее мы познакомились с тем, из чего состоит наша SVG иконочка. Конечно, самая простая фигура это обычная линия. Также мы узнали, что можно создавать прямоугольники, кружочки, эллипсы всякие. Ну и узнали про такую штуку как паз. Мы с вами примерно посмотрели, как она работает. Сильно углубляться сюда не стоит, потому что по сути это немного бесполезное знание. Но при желании, конечно, можете почитать. Ну и также затронули с вами то, что существует такая штука как ломаная линия и многоугольники. Но особо долго мы про это не разговаривали, поэтому и тут мы тоже этого касаться долго не будем. Узнали с вами про атрибут stroke. По сути это цвет обводки. У нашей обводки можно также установить ширину через stroke width. По сути здесь аналогом является border в обычном CSS, то есть какая-то граница. Ну и также иконочку можно раскрасить при помощи fill. По сути это аналог background, то есть какая-то фоновая заливка. То есть здесь у нас цвет именно бордюра, ну а здесь просто заливка фона. Далее мы с вами познакомились с тем, как мы можем изменять значение из CSS. Для CSS это обычный HTML элемент, у которого мы можем менять любые атрибуты. Захотели, обратились к нашей svg-иконочке из нашего CSS и поменяли ей fill на какое-нибудь другое значение, например на red. Захотели, сделали это по событию hover. То есть тут нас ничего не ограничивает, мы можем применять даже любые трансформации. Соответственно познакомились с анимациями наших svg-иконочек, но это когда мы просто писали keyframes. То есть по сути это продолжение предыдущей темы. Мы из CSS можем менять svg-иконочку, но опять же при условии, что она вставлена инлайново. Ну и последнее с чем мы познакомились это оптимизация. Мы узнали, что нашу иконочку можно впихнуть в оптимизатор какой-нибудь, их достаточно много. Оптимизатор чуть-чуть сожмет нашу иконочку и мы сможем сэкономить немножко места. Это следует использовать абсолютно всегда, потому что в большинстве случаев почти все иконки можно до какого-нибудь состояния сжать. Ну и также познакомились с такой штукой, как svg-спрайты. У них есть ограничения в том, что это по сути то же самое, что и mgsrc. Но если у вас достаточно простенькие иконочки, какие-нибудь одноцветные, то в принципе svg-спрайты можно использовать, потому что они помогут вам оптимизировать ваш код. Ну и по сути все, мы с вами рассмотрели необходимый минимум, необходимую базу по svg. Теперь вы спокойно можете заходить в любую svg-иконочку, смотреть как она сделана. Естественно есть сложные иконочки, в которых очень трудно будет разобраться, но по сути все, что нам надо понимать в svg-иконках, это как ее стилизовать, используя css. Больше по сути знать не надо, потому что все эти иконки рисуются в каком-нибудь иллюстраторе или в той же фигме. Но вот этот минимум необходимо понимать и знать как им пользоваться. Ну и на этом все, я надеюсь, что вам понравился этот небольшой курс по svg-иконочкам. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok